Библейский портал экзегет.ру представляет Но сначала я его прочитаю, он небольшой. Почему народы бушуют? Почему пустое твердят? Собрались цари земли, властители сговорились против Господа и помазанника. Стряхнем с себя их ермо, сбросим с себя их путы. Смеется тот, чей престол неба, потешается над ними Господь. В ярости он им скажет, своим гневом повергнет в ужас. Это я возлил елей на царя моего, на Сионе моей святой горе. Решение Господа я возвещу, так он сказал мне. Ты мой сын, я сегодня родил тебя. Проси, я отдам народы тебе во власть, все отдам тебе до краев земли. Жезлом железным ты сокрушишь народы, разобьешь, как глиняные горшки. А потому, царя, образуемтесь, опомните сладыки земли, служите Господу, трепещаясь со страхом, целуйте стопы его. А иначе разгневается он и ждет вас гибель на вашем пути, и мгновенно вспыхнет его ярость. Блаженны все, кто уповает на него. Вот смотрите, первый псалом, он вводный для всей псалтирии. И это такое общее заявление, что бывают грешники, бывают праведники. Как грешник, чем он заканчивает свою судьбу, свой жизненный путь, и чем заканчивает праведник. Второй псалом гораздо более конкретный. Его относят к числу так называемых царских. То есть, здесь вполне конкретно говорится о помазаннике Господа. Помазанник – это, соответственно, тот, кто был помазан елеем. Ну, и это обычно царь, хотя иногда это бывает пророк. Помазание – это такой торжественный обряд, некое таинство, которое возводит человека в это новое достоинство. И связь второго псалма с первым кажется абсолютно неочевидной, на первый взгляд. Потому что и цари ведь бывают праведниками, а бывают и грешниками. А здесь, во втором псалме, такое противопоставление. Народы и цари земли – властители, которые собираются и хотят стряхнуть с себя ермо помазанника Господнего. О чем идет речь? Возможно, о царе, допустим, Давиде или Соломоне, или каком-то еще царе, который подчинил себе окрестные народы, который старается над этими народами осуществить свою власть, и они ее пытаются сбросить. Христиане скажут, нет, ну что вы, это речь о Христе, который правит над миром, он же помазанник, да, он сын Божий. И здесь решение Господа я возвещу, так он сказал мне, ты мой сын, я сегодня родил тебя. Вот это как раз о нем. Вы знаете, противоречия нет, потому что псалтирь – такой очень сложно устроенный текст, где смыслы бывают разнообразные, где толкования, возможно, очень различные. И на буквальном каком-то уровне, да, это царь, который сидит в Иерусалиме на престоле, который понимает себя как сына Господа. Напомню, что об этом говорится как раз в книгах царства, где будущий сын Давида, царь Соломон, называется сыном Господнем. Не в том смысле, что он каким-то чудесным образом родился, он вполне естественным образом родился у царя Давида, но он усыновлен. Он, да, он для Господа настолько же дорог, как сын дорог своему отцу. И тогда как этот псалом связан с предыдущим? Он восхваляет, возвеличивает царскую власть. Прекрасно, а при чем здесь праведность? Ну, очевидно, вот первый псалом отдает такую общую картину. Вот праведники, вот грешники. А второй псалом применяет эту общую картину к устройству жизни вот к этому самому Иерусалимскому царскому престолу. То есть царь на своем престоле сидит, как Господь сидит на своем невидимом, здесь, на своем небесном престоле, ровно для того, чтобы вот эту праведность защищать, насаждать, оберегать на земле. И те, кто ему противится, они оказываются, соответственно, нечестивыми грешниками не в том плане, что они лично там какую-то не очень хорошую жизнь ведут, а в том плане, что они противятся вот этой божественной власти. Это идеальная царская власть. Насколько это часто бывало в реальной истории древнего Израиля, мы можем посмотреть в исторических книгах, очень редко. Но если идеал бывает редко и не до конца исполняем, то это не значит, что идеал не нужен, что без него обойтись проще. И вот здесь как раз мы видим эту картину, что для Господа царь – это его сын, и он ему отдает все народы для того, чтобы их сокрушить. Сокрушил ли царь Давид или Соломон все народы земли? Нет, конечно. Был ли он идеальным правителем? Нет, конечно. То есть вот здесь устанавливается некоторый идеал, и он в самом начале псалтири дан для того, чтобы в дальнейшем можно было на него опираться. И смотрите, а что делать в ситуации, когда этого идеала нет? Когда он скорее у нас в голове, в наших желаниях, устремлениях, чем в реальности. А потому, цари, образуемтесь, опомнитесь, владыки земли, служите Господу, трепещаясь со страхом, целуйте стопы его. Хорошо, идеала нет, нет этого единого царя, но, по крайней мере, вот те цари, которые есть, много их и владыки, они могут обратиться к Господу и служить ему. И завершается Псалом очень похоже на то, как завершился первый Псалом, а иначе разгневается он и ждет вас, гибель на вашем пути. Там нечестивые сравнивали с смекиной, гонимой ветром, здесь это более подробно расписано. Блаженны все, кто уповает на него. И здесь вот закольцовывается второй Псалом с первым, потому что тот начинает со словом блажен, кто не последовал советам нечестивых и так далее. И здесь завершается, но уже не в отрицательной форме, кто не, 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 а в положительной, в утвердительной, все, кто уповает на него. И вот, смотрите, второй Псалом продолжает и развивает первый. Конкретизирует его применительно к государственной власти. И мы можем сказать, ну так, в кавычках можем, да. Смотрите, ну это же Псалом такой верноподданический. Он говорит, царь в Иерусалиме – это идеальный царь. Да нет, не обязательно. Царь в Иерусалиме какой есть, но идеал царя таков. Если мы этого идеала не видим, то, по крайней мере, мы видим совет или наставление или требование к земным правительствам и государствам, чтобы они служили Господу и исполняли его волю. Если этого не будет, значит, все будет плохо для этих правителей. Кстати, в библейско-исторических книгах мы видим много примеров того, как это происходит. Но, смотрите, первый общий Псалом, второй такой вот государственный, да, Псалом про то, как устроено общество, про то, как живет вот народ, как живет государство, про что же будет третий. А третий будет личным. Его тоже, конечно, надо будет прочитать. Продолжение следует...